Экстракты листьев и цитков боярышника традиционно использовались в документально подтвержденной доклинической и клинической деятельности в сердечно-сосудистой медицине. Основываясь на сообщениях о положительном влиянии на сердечную мышцу после ишемического повреждения и общем кардиозащитном профиле, исследование рассмотрело потенциальный вклад экстрактов боярышника в кардиопоэтическую дифференцировку из стволовых клеток. Количественный экстракт боярышника стимулировал кардиомиогенез из эмбриональных стволовых клеток мыши и человека. Данное исследование доказывает активность экстракта боярышника, способствующую дифференцировке на отдельные сердечно-сосудистые стволовые клетки и клетки-предшественники, что может быть ценным для терапевтической регенерации сердца после инфаркта миокарда. Были описаны защитные эффекты на крысиных моделях ишемической реперфузии после инфаркта миокарда, который приводит к уменьшению распространения области инфаркта. В контексте гипертрофии сердца было показано, что экстракт боярышника подавляет активность кальциневрина, важного триггера роста кардиомиоцитов. Несколько исследований свидетельствуют о положительном влиянии экстракта боярышника на физиологию сердечной мышцы, включая антигипертрофическую активность, а также уменьшение размеров рубцов на крысиной модели ишемической реперфузии. Было также предсказано, что после шести часов лечения нейротрофический фактор головного мозга активируется в качестве вышестоящего регулятора. Это интересно, поскольку было показано, что нейротрофический фактор головного мозга выполняет несколько функций, выходящих за рамки центральной нервной системы. Например, сверхэкспрессия этого вещества связана с повышенной плотностью капилляров сердечной ткани и, как сообщается, оказывает защитное действие при ишемической болезни сердца. И было показано, что нейротрофический фактор головного мозга увеличивается в предшественниках сердечных клеток из больного сердца и способствует кардиогенному потенциалу этих клеток посредством стимуляции миграции клеток сердечной мышцы. Продолжение следует...